Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Продаются двухкомнатные квартиры в жилом комплексе «Солнечный», расположенном в курортной зоне города-курорта Анапа, в непосредственной близости от моря, в тихом и спокойном месте. Компактные и удобные планировки квартир, благоустроенная дворовая территория, уникальное соотношение цены и качества строительства. Пионерский проспект 255-2, телефоны 48300 и 48333. Партнер программы новости – магазин «Випарт». Нам, женщинам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новое платье. Модная верхняя, деловая и вечерняя женская одежда в магазине «Випарт». Теперь мы по новому адресу. Анапа, торгово-развлекательный центр «Алиса», первый этаж. «Випарт» – клуб настоящих модниц. Эфир канала РЕН продолжает новости Анапа-регион. В студии Кристина Рабина. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. Новый год как ожидание чуда и повод исполнить желание. Елки в городе и сельских населенных пунктах. Новый год отпраздновали во всех домах культуры. Праздник на воде. Новый год спортсмены встретили массовым заплывом в бассейне спортивной школы «Виктория». Что год грядущий нам готовит и кому повезет в новом 2015 году. И сейчас обо всем подробнее. Самая яркая, шумная и многообещающая новогодняя ночь. Когда и дети, и взрослые верят в чудеса и волшебство. На театральной площади Новый год встречали весело в компании Деда Мороза и Снегурочки. Наша съемочная группа разделила общее веселье. Новый год намчится. Скоро все случится. Смутится. Приготовились вместе. Самая волшебная ночь в году должна подарить массу положительных эмоций и зарядить энергией. Почему бы не получить все от торжественной ночи на площади. Гремятся люты и фейерверки. Это самый яркий способ запомнить первые минуты Нового года. На сцене выступают артисты и коллективы. Отовсюду смех и веселье. Ой, хорошо проходит мероприятие Новый год. Очень хорошо проходит. Мне очень понравились Снегурочки. Да и вообще весь народ в Анапе очень замечательный. Очень хороший. Доброжелательный. И даже мороз не остановил анапчан и гостей города. Провели главный праздник в году на площади. Ну я поморозил, потому что я Дед Мороз. Это у меня работа такая. Я заморозил всех. Несмотря на то, что Дед Мороз решил порадовать всех зимней погодой, люди согревались танцами и конкурсами. Атмосфера, праздник, естественно. Столько знакомых здесь встретили. И вообще весело. Дома за столом, кухня там и все. А здесь такое настроение. Это же не телевизор. Сами участвуем и будем на сцену обязательно участвовать. Мне очень нравится. И всем советую каждый Новый год встречать здесь. Новый год с новыми эмоциями, с новыми чувствами, с новыми планами. Все замечательно. Очень важно сохранить заряд бодрости и позитива новогодней ночи на весь год. Представьте, сколько в эту праздничную ночь на площади сконцентрировано радости на один квадратный метр. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Сегодня эта страна я счастливая была. И даже туристы были в восторге и от города, и от новогодней ночи. Я вот из Омска приехал в Анапу, в самый солнечный город, чтобы вот в центре города встретить Новый год впервые в жизни. Встретить Новый год на площади и загадать желание под бой курантов должен каждый житель Анапы. Хотя бы однажды. Новый год пришел как сказка, с исполнением желаний. Еще накануне Нового года многодетные семьи Станицы Анапской получили поздравления и подарки от главы города. Малобеспеченным семьям подарили необходимые вещи и мебель. Деньги для них не главное. Счастье в детях. Многодетная семья Филипповых из Станицы Анапска на Новый год получила ценный и очень полезный подарок. В семье семеро детей, самому младшему шесть месяцев. Все дети активно помогают родителям по хозяйству. Единственная проблема – не всем хватает спальных мест. Но теперь и она решилась. Семье подарили новую двухъярусную кровать. Очень неожиданно, очень приятно. Детки очень рады, довольны. Спасибо большое нашему мэру большое. Огромное, что вот, ну, когда внимание, это уже тоже немало значит. Кроме главного подарка, многодетной семье вручили комплекты постельного белья, фрукты, новогоднюю елку. А Дед Мороз и его внучка подарили детям сладкие подарки. Эти новогодние подарки – сюрпризы для вас и для вашей семьи от главы муниципального образования города-курорт Анапа Сергея Павловича Сергеева. С пожеланиями счастья, здоровья, успехов, благополучия в Новом году вам, вашей семье, вашим деткам. Далее Дед Мороз и Снегурочка отправились поздравлять многодетную семью Юрьевых, где воспитывается четверо детей, мальчиков-богатырей. Нежданному приходу сказочных героев ребята очень обрадовались, ведь гости пришли не с пустыми руками, а с многочисленными сюрпризами. По традиции, чтобы получить подарок, Влад и Артем рассказали Деду Морозу стихотворение. Для взрослых самый главный долгожданный подарок – шкаф для одежды. Спасибо большое мэру города. Нам подарили шкаф, который нам очень был нужен, просто необходим для нас. Раскладушка, вещи для 4-месячного малыша, новогодняя елка, фрукты, игрушки, машинки, сладости – такое разнообразие подарков от Деда Мороза и Снегурочки запомнится семье надолго. Новогодние утренники для детей и праздники для взрослых провели в каждом селе. В Доме культуры села Цибанабалка побывала наша съемочная группа. О том, как там прошел праздник, расскажет Наталья Змзгова. Самый популярный новогодний персонаж – Дед Мороз. Снучка-снегурочка с праздничным настроением и подарками пожаловал в Цибанабалку. Главный подарок, который он принес в этом году – благодарность и почет. Самые активные жители Приморского сельского округа получили почетные грамоты за высокие показатели в труде и общественной деятельности. Новогодняя ночь, ты волшебный ветерок. Музыкальные подарки подготовили творческие коллективы. Казачьи и цыганские песни, виртуозную игру на аккордеоне, любимые новогодние композиции. Прозвучало много поздравлений и теплых слов. Яркие впечатления уходящего года станут позитивным фундаментом для Нового года. Года новых побед. К другим темам. Не все детские игрушки одинаково полезны. На 2 января оперативники обнаружили и закрыли после проверки нелегальный игровой клуб. Подробности далее. В дежурную часть поступило сообщение о работе нелегального игрового клуба. На место с проверкой выехал участковый. В ходе проведения проверки был направлен участковый полномоченный отдела полиции по городу Анапа. Участковый полномоченный в ходе отработки данного заявления установил факт осуществления предгородного бизнеса. По данному адресу следственной оперативной группы этот факт был подтвержден. В данный период времени ведутся мероприятия по установлению лиц, возможно, причастных к данному совершению преступления. Будут опечатаны и изъяты причастные к игорному бизнесу предметы и вещества. В дальнейшем будет вестись проверка по данному факту, в ходе которой будет принято законное и обоснованное решение сотрудниками отдела МВД России по городу Анапа. Секретные желания, как в азартной игре. На мониторе рассекречены шесть системных блоков, шесть мониторов, два модема и деньги из кассы. Имущество опечатано и изъято. Ведется следствие. Сотрудники полиции устанавливают всех причастных к правонарушению. Сотрудники полиции устанавливают всех причастных к правонарушению. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни ожидается существенное понижение температуры воздуха. Какие меры предприняты для того, чтобы исключить нештатные ситуации, обсудили сегодня на заседании комиссии по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Прошло заседание под председательством главы курорта Сергея Сергеева. Четыре праздничных дня прошли без серьезных ЧП. Тем не менее, не обошлось без происшествий локального характера. Шесть из семи нештатных ситуаций касались отключения электроэнергии. Однако и диспетчерские службы, и аварийные бригады энергетиков сработали слаженно и оперативно. В среднем на устранение аварий на линиях электропередачи в праздничные дни уходило до двух часов. За первые пять дней нового года в Анапе выпало 47 миллиметров осадков. Это полуторамесячная норма. Контроль за обстановкой на водоемах города-курорта осуществляется круглосуточно. С 6 числа прогнозируется резкое понижение температуры. Уже во второй половине дня и к вечеру понижение температуры до минус 10 градусов. Самая сложная обстановка будет в ночь с 6 на 7, в рождественскую ночь. Здесь прогнозируется по Анапе температура до минус 10, минус 12, по северным районам территории нашего муниципалитета до минус 16. Кроме того, ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду и слабый снег. Только 10 числа, во второй половине дня прогнозируются уже плюсовые отметки. Провести предупредительные работы, укомплектовать резервные аварийные бригады, подготовить дополнительную технику, оборудование, организовать круглосуточное дежурство в администрации курорта и сельских округах, дал поручение глава Анапы. Руководители предприятий, отвечающих за жизнеобеспечение города-курорта, водоэнергоснабжение, тепло- и газоснабжение отчитались о готовности служб к возникновению нештатных ситуаций. В водоканале сформировано 8 аварийных бригад, в районных электросетях ежедневно на круглосуточном дежурстве две аварийные бригады, еще шесть в резерве. В городских электросетях также организовано дежурство и создан резерв, кроме того, вся техника в полной готовности. Городские коммунальные службы также должны перейти на усиленный режим работы, потребовал глава города Сергей Сергеев. Расчистка городских и сельских улиц, проезжих частей в случае обледенения, уборка мусора – все это должно производиться оперативно и качественно. Конечно же, самое пристальное внимание со стороны дежурных служб должно быть к работе энергетика. Любое отключение должно расследоваться под чипом, потому что за ним стоят люди. И работать в диспетчерской службе. Всех наших, без исключения. Еще раз проинструктивный на доброе и позитивное общение с гражданами. Спортивный праздник на воде накануне Нового года провели в спортивной школе «Виктория». Самые интересные и яркие моменты в материале нашего корреспондента. Новый год – это елка, мишура, разноцветные шары, Дед Мороз со снегурочкой, традиционный вальс цветов Чайковского и бассейн. Правда, вместо карнавальных костюмов – нарядные купальники и шапочки. Новогодние соревнования в Дю США «Виктория» похожи на праздник. У нас есть уже несколько мероприятий, которые мы проводим ежегодно. Это вечер выпускников, это посвящение в юные спортсмены. И вот зимний спортивный праздник на воде, он тоже у нас уже проводится третий год. Более 300 школьников решили отдохнуть от суеты и расслабиться в привычной водной стихии. Хочется разрядить немножечко вот то напряжение соревновательное, которое наверняка возникает всегда во время любых соревнований. И хочется, чтобы в конце года дети почувствовали вот это новогоднее настроение. На каждой дорожке по 8 девочек и 8 мальчиков. В каждом заплыве по 50 участников. Нужно максимально быстро передать эстафету и при этом соблюсти технику. Сюрприз – участие в заплыве преподавателей. Тренеры Дю США «Виктория», в том числе мастера спорта России и международники, плыли по третьей дорожке. Как и полагается, на таких соревнованиях победила дружба. Каждый участник получил подарок от Деда Мороза – фирменную купальную шапочку. Что год грядущий нам готовит, мы спросили у хозяйки 2015 года, у главного символа – козы. И несколько примет на заметку. Коза – идеальное домашнее животное, со спокойным нравом, небольшого размера, в меру умное, неприхотливое и очень продуктивное. 2015 год по восточному календарю – год козы. Понаблюдав за символом года, мы сделали несколько прогнозов на Новый год. Итак, 2015 год ожидается мягким, добрым и пушистым. Все труды будут вознагреждены. Удача будет сопутствовать всем обязательно. Год будет веселым и насыщенным, приятными событиями. Символ Нового года – коренной житель сельской местности. Поэтому особая удача будет сопутствовать ведению домашнего и сельского хозяйства. Вот таким обещает быть 2015 год. И каждому он обязательно принесет частичку чего-то очень доброго. Готовьтесь только внимательно слушать и услышать. Это все новости на сегодня. Далее прогноз погоды. Во вторник, 6 декабря, в Анапе малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем плюс 3-5, ночью до 2 градусов тепла. Ветер северо-восточный 7 метров в секунду. Атмосферное давление в норме – 752 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды плюс 4 градуса. Далее блок полезной информации от партнеров программы производственного предприятия «Меркурий-2» и магазина «Випарт» в торговом центре «Алиса». Поступила новая коллекция одежды, платья вечерние и на каждый день. Эти другие новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Следующий выпуск новостей выйдет 12 января. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Продаются двухкомнатные квартиры в жилом комплексе «Солнечный», расположенном в курортной зоне города-курорта «Анапа», в непосредственной близости от моря, в тихом и спокойном месте. Компактные и удобные планировки квартир. Благоустроенная дворовая территория. Уникальное соотношение цены и качества строительства. Пионерский проспект 255-2. Телефоны 48300 и 48333. Партнер программы новости – магазин «Випарт». Нам, женщинам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новое платье. Модная верхняя, деловая и вечерняя женская одежда в магазине «Випарт». Теперь мы по новому адресу. «Анапа», торгово-развлекательный центр «Алиса», первый этаж. «Випарт» – клуб настоящих модниц. КОНЕЦ